МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение двух дней ученые, врачи, медицинские специалисты Республики Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Российской Федерации, а также специалисты из зарубежных стран обсуждали актуальные вопросы в медицине. Нам необходимо сегодня не просто обменяться мнениями, а выработать те позиции, которые станут руководством к действию, например, согласованные позиции экспертов, над национальные рекомендации, которые станут руководством к действию. Поэтому сегодня, наверное, вопрос консолидации из таких декларируемых факторов приходит в насущную потребность с сегодняшнего дня. Сможем достигнуть согласованных позиций, над национальных рекомендаций, сможем действительно внедрить передовые технологии контроля здоровья, передовые технологии борьбы в рамках первичной и вторичной протилактики основных неинфекционных заболеваний, мы достигнем самых главных вещей. Первое – это реального продления жизни. Второе – это реальное продление активной жизни. Вот это, наверное, стоящие перед нами задачи. Они общие, независимы от стран, они общие, независимы от культур. Они наднациональные, надкультурные. Они единые для всех. Пятая конференция Евразийской Ассоциации терапевтов стала площадкой, где два дня обменивались опытом представители совершенно различных стран, разных направлений внутренних болезней, разных направлений терапии. Это была и кардиология, и гастроэнтерология. Затрагивались вопросы пульмонологии, вопросы нефрологии, которые сейчас все острее стоят для практикующего врача. Было много новой информации. Была информация о совершенно новых методах лечения и диагностики. И мне кажется, что год от года растет не только качество самих мероприятий, не только их посещаемость, но растет качество образовательных форматов, используемых на этих мероприятиях. Я могу с уверенностью сказать, что, например, скоростная сессия, которая второй раз проводится нами, пользуется все большей популярностью. Это новый образовательный формат. Это логистика врача внутри конференции. Эти методы, наверное, открывают новые горизонты не только образования, но и площадок обмена опытом. Тест проходил под девизом «Проблема коморбидности в терапии». Эта актуальная проблема выбрана не случайно. Уже пришло понимание того, что больных с изолированной болезнью в реальной жизни не бывает. Чем больше пациент прожил лет, тем больше приобретенных у него заболеваний. У таких пациентов есть свои особенности симптоматики, течения заболевания, диагностика лечения. И все это нужно знать и обсуждать на международном уровне. Коморбидность – это огромная проблема, потому что те наши пациенты, которыми мы занимаемся, это пациенты, далеко не всегда имеющие только одно заболевание. Зачастую у них 2, 3, 4 проблемы. И вот та узкая дифференциация, та узкая специализация медицинской помощи, которая сейчас есть, далеко не всегда помогает разрешить проблему пациенту. Потому что доктор специализирован на своей проблеме не видит проблему с соседним органом или соседней системой. Поэтому, конечно, о коморбидности надо говорить. Таких пациентов большинство. В начале конференции были подведены итоги работы терапевтической службы Республики Казахстан. Врачей, унесших весомый вклад в развитие, наградили памятными почетными грамотами Евразийской ассоциации терапевтов. Далее во время симпозиума специалисты ознакомились с методами профилактики лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, увидели новые горизонты в лечении артериальной гипертонии, ознакомились с методом управления процессом старения и новыми препаратами, которые могут стать действительно средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и спасти миллионы жизней. Как Вы считаете, политаблетка действительно способна увеличить приверженность? Об этом уже говорить, наверное, не приходится с каким-то сомнением. Это уже доказанный факт. Только ленивые не цитируют ряд исследований. И, по-моему, все стартовало с исследованием ГУПТО, который показал, что на 20% приверженность резко возрастает, если это полипилюля. Таким образом, сомнений в этом вопросе уже не возникает. Я искренне верю в то, что комбинация фиксированных доз в одной таблетке – это повышение комплоентности пациента, повышение его уверенности в завтрашнем дне, улучшение в целом его самочувствия и психологического состояния. Более того, я искренне верю в то, что большинство этих препаратов имеют гораздо меньшее количество или процент побочных эффектов. И это, конечно, тоже улучшает качество жизни пациента. Достичь главной цели продления активной жизни населения сегодня можно лишь в консолидации усилий врачей стран Евразийского континента, считают специалисты. Только приложив совместные профессиональные усилия, можно изменить ситуацию как в лечении конкретного пациента, так и в решении глобальных проблем. Глобальные проблемы не могут быть решены на уровне отдельной области города. Они должны решаться в рамках национальных проектов. Но оптимально – это, конечно, наднациональные проекты, объединяющие усилия врачей разных стран, потому что вырабатываются единые подходы, единые стратегии, единое понимание ведения пациентов и возможности достижения цели. А главная цель – это сохранение жизни и продление жизни пациента. В течение двух дней специалистам не пришлось скучать. Симпозиумы, лекции, скоростная сессия 3D и дискуссии не оставили в стороне никого. Больше всего произвело впечатление дискуссия. И хотелось бы, чтобы такие дискуссии проводились почаще. Мы взяли для себя очень многое. Также спасибо, что все было очень кратко и ясно. То есть это метод 3D, нам говорили, что динамично. То есть каждый доклад не составлял больше шести минут. Это было очень ясно и познавательно. Там еще конкретно, это на внешней информации. Мне очень понравилось, вот и вчера, сегодня, но больше мне сегодня понравилась сессия 3D в режиме. Потому что после лекции было обсуждение, где мы могли с профессорами лично поговорить. Мы все вопросы получали адекватные, очень профессиональные ответы. Необходима ли сегодня консолидация усилий врачей стран Германии? Конечно, конечно. Необходимо. И на мой взгляд, создание общества терапевтов евразийских, да, и вот такие конференции, это большое благо и, я бы сказал, большое достижение. Вот это продолжение обучения и соприкосновения с новыми методами, оно крайне необходимо. Конференция позволила обвиняться опытом и объединить специалистов всех стран. Для удобства она, как и в прошлом году, транслировалась в онлайн режиме на все страны евразийского континента.